Итак, здравствуйте, уважаемые зрители, и я рад вас приветствовать на очередном выпуске My Game Collection. И сегодня хотелось бы показать мне свою коллекцию игр для приставки Sony PlayStation 2. Ну, стоит отметить, что это самая большая игровая коллекция, наверное, после ПК игр, которые у меня есть. Но сначала хотелось бы сделать маленькое отступление, и все-таки в дополнение к тому, что я уже снимал, My PSP Collection Game, показать мои новые приобретения. Я как раз по акции буквально за 900 рублей купил вот, собственно, такие вот игры. Это, значит, история игрушек, большой побег, игра полностью на русском языке. Здесь вот такой вот, рукаутство пользователя, диск, вот, собственно, сам задник. Лего пираты Карибского моря, тоже все полностью на русском языке, тоже рукаутство пользователя, есть диск. Гран-туризма, собственно, вот он тоже полностью на русском языке, тоже диск, и рукаутство пользователя. И вот тут пар, призрак спарта, то есть, в принципе, конечно, последний. Пожалуйста, прощение. Данная игра, конечно же, есть у меня и в цифровом визе, но, тем не менее, все-таки, поскольку тут была акция, все-таки решил взять данную игру для коллекции, чтобы у меня вот был диск, здесь рукаутство пользователя. Собственно, сам диск, и, опять же, больше ничего особенного. А на этой приятной ноте я предлагаю прийти непосредственно к образцам моей коллекции игр для Sony PlayStation 2. Значит, в первом Амлоте идет Paratus The Legend of Black Cat. Собственно, вот такая вот игра. Одна, кстати, из немногих таких войноморских. Собственно, вот можете видеть сам диск с игрой. Вот его руководство пользователя. Здесь еще от предыдущего владельца остались какие-то записки кодов или там инфигураций. Я на всякий случай, конечно, это сохранил. Вот. Диск, который мне пришел совсем недавно. Пиратус of the Caribbean. The Legend of Jack Sparrow. Ну, такое вот стандартное издание. Многоводство пользователя. На самом же диск, и... Пожалуй, еще больше особенного нет. The X-Files. Resist of Survive. Вот такая вот игра. Матим секретных материалов вышедший уже после закрытия телесериала. Тот же рекаутство пользователя. Достаточно увесистая. Собственно, сам диск с игрой. И... Больше ничего. Sean White Snowboarding. Вот такой вот достаточно интересный симулятор сноуборда. И, как ни странно, почему-то некоторые его очень сильно недолюбливают даже. Как бы не знаю почему, потому что по мне лично игра достаточно хорошая. Во время провалившаяся и недооцененная Stealth Action Stolen. Собственно, вот он. Пользователя. Сама игра. В одном из как-то предыдущих адбоксингов. Я уже даже его показывал. The Operative No One Live Forever. Специальное издание для PlayStation 2. Это именно, скажем так, немецкое издание. Хотя, в общем-то, стандартное для Европы, с несколькими языками. Опять же, в принципе, ничего особенного. Indiana Jones and Empire Stomp. Такое вот издание. Английская версия. Здесь, как бы, такой вот рукаустопользователь. Вот таким вот образом оформленный сам диск с игрой. И, в общем-то, больше ничего особенного. Та же самая игра, но уже немецкое издание. Самое, что парадоксальное, это издание чисто на немецком. То есть чисто немецкая версия. Плюс ко всему еще и, на самом деле, достаточно зацензуренная. Самое, что, как бы, любопытное. Английская версия не считает сейф-файлы немецкой. И наоборот. Индиана Джонс из Staff of King. Это вот немецкое издание. Но здесь уже, в принципе, цензурить было особо нечего. То есть, кроме того, что руководство пользователя и сама обложка на немецком, Игра ничем не отличается от, скажем так, обычной ее английской версии. Выбор языков в самой игре присутствует. Так что, в принципе, это не проблема. Arm Guitar Hero 3. Legends of the Rock. Ну вот. Собственно. Такое вот издание. В комплекте к нему еще идет, собственно, руководство пользователя. Сам диск в комплекте к нему идет именно специальный контроллер в виде гитары. Вот PS2. Как-нибудь в друг раз покажу и его. Guitar Hero 5. Обычно стандартное издание. То есть, уже предполагающее, что у вас есть контроллер. Или какой-нибудь другой аксессуар к данной игре. Руководство пользователя. Сам диск. Собственно, вот он. Задник. И, по сути дела, ничего особенного. Guitar Hero World Tour. Вот так он себя представляет. Покупал эту игру я уже, в принципе, с рук. Так что, в принципе, я не знаю, шлок не в комплекте. Что-то или это такое. Просто обычное издание. Без каких-то дополнительных девайсов. Если честно. Потому что... Даже не знаю тут на каком, собственно, языке. Что написано, даже для какой-то стороны, в принципе, он... Сделался. Да, собственно, чёрт с ним. Ну, собственно, Castlevania. Она же Castlevania Lime of Illusion. Именно эксклюзив, который выходил только на PlayStation 2. Вот здесь руководство пользователя. Здесь, видимо, мне вот всё-таки дали такой вот листочкой, видно, из магазина, где я, видно, всё-таки эту игру заказывал. Собственно, сам диск. И, в общем-то, как бы всё. Castlevania The Curved Darkness. Вот тут изданется уже, скажем так, поинтересно. Самое, что интересно, купил я, кстати, в обычном магазине. Вот здесь сам диск. Вот здесь руководство пользователя. И, что интересно, в самом руководстве пользователя имеется... Имеется вот такой вот двухсторонний плакатик. Вот он. Потому что это не какие-то там страницы инструкции или ещё что-то. Это именно полноценный отдельный плакат, который, в принципе, можно было бы вытащить и повесить от себя на стену. Вот такая игра как Just Chaos. Собственно, купил её чисто случайно, потому что просто не знал, что есть её порт на ПК. Он тогда нашёл на распродаже по дешёвке. Вот здесь руководство пользователя. Вы же здесь сам диск. В общем-то, всё с ним. Red Dead Revolver. То есть вот такая вот. Ещё в таком вот оформлении версия. Здесь тоже диск. И вот, собственно, руководство пользователя. Вот такое вот интересное издание. Никитком Классик. Сюда входят две игры. Resident Evil. Resident Evil. Код Вероника. Икс. И Resident Evil. Фуа. Вот так всё это, в общем, дело выглядит. Вот, собственно, так выглядит диск. Кода Вероники. Здесь пометочка, что не для продажи отдельно. Описание. Роккаутство пользователя. И диск. А это Resident Evil 4. Та же самая пометочка. Описание. Описание. Роккаутство пользователя. Диск. И, пожалуй, больше ничего особенного. Аналогичное издание, посвящённое Devil May Cryo. Ну, как видим, здесь, собственно, две игры. Первая и третья часть. Потому что именно они между собой, ну, связаны с сюжетом. То есть третья часть была, по сути дела, приколом к первой. Собственно, значит, сами игры. Это вот, собственно, первая часть Devil May Cryo. Такое вот, как бы, издание. Роккаутство пользователя. Сам диск с игрой. В принципе, ничего особенного. И Devil May Cry 3. Абсолютно та же самая надпись, не для продажи отдельно. Собственно, вот он сам. Роккаутство пользователя. Далее диск с игрой. И, в общем-то, всё. Игра Killzone. Именно шутер. Так вот, эксклюзивный. Я заработал когда-то для PlayStation. Самое, что интересно, игра... Содержит русские субтитры. Вот здесь, собственно, сам диск. Здесь и руководство пользователя в комплекте. И, в принципе, больше внутри всё. Такая вот игра по мотивам Futurama, как раз таки вышедшая перед первым закрытием сериала в 2003 году. Здесь руководство пользователя. Диск с игрой и всё. Дальше идёт Silent Hill 2. То есть это не режиссёрская, это самая обычная версия. Здесь, значит, у нас есть руководство пользователя. Вот так вот оно выглядит. Здесь сам диск с игрой. И, в принципе, всё. Silent Hill 3, который пришёл мне только сегодня. По почте. Это, в принципе, новая игра. Точнее, совсем новый диск. Какая вот сто пользователя. Выглядящая вот, собственно, вот так вот. И диск с игрой и всё. Silent Hill 4, The Room, когда покупал давно. Тоже в обычном магазине. Обычное стандартное его издание. Здесь руководство пользователя. Здесь, собственно, диск с игрой. И, в общем-то, всё. Дальше идёт Midway Arcade Transures. Господи, если я правильно, конечно, прочёл. Значит, сборник классических именно аркадных версий игр от компании Midway. И, что парадоксально, здесь есть вторая и третья часть Motor Combat. То есть почему-то, как я не смотрел в дальнейшем эти сборники, и других частей здесь не было. Руководство пользователя. Сам диск с игрой. Ну и вот мне в комплекте к нему ещё дали вот такую вот бумажечку. Как бы, видимо, это магазин, в котором я его себе заказывал. Моторл Комбат 5 Deadly Alliance. Собственно, в принципе, особо ничего примечательного не будет. Диск, руководство пользователя. И, в принципе, всё. Моторл Комбат Десепшн. Тут, к сожалению, была магнитка, которая была прямо зачем-то наклеена на диск поверх запечатанной плёнки. Кашпошлочью отдирать. Ну, здесь тоже руководство пользователя. В принципе, тоже диск и больше ничего особенного. Моторл Комбат Шаолинь Монкс. То есть, собственно, вот сама игра. Вот её описание. Вот здесь, значит, руководство пользователя. Здесь сам диск и, в принципе, всё. Мортал Комбат Армагеддон. Вот здесь, значит, в принципе, тоже руководство пользователя. Диск с игрой и всё. Джеймс Бонд. From Russia with Love. Ну, как мы видим, это немецкое издание. Хотя, опять же, только обложка руководства пользователя на немецком. В самой игре есть выбор языков. Что примечательно, в этой игре Шун Коннери озвучил, что называется, сам себя. Видимо, немецкое название, игра названа немецким названием. Именно как данный фильм о Джеймсе Бонде назывался в прокате видно ФРГ. А так, в принципе, от того же самого издания, что и издавался здесь, в принципе, в России, с русским руководством пользователя, игра особо, в принципе, ничем не отличается. Вот на диске был немного другой, в принципе, рисунок. Ну, вот здесь, значит, есть руководство, именно, точнее, есть, скажем так, каталог факта электроникарца, того, что они тут, собственно, выпускали за игры. Он, правда, почему-то на английском. А вот... У кого-то с пользователя, как видите, оно все-таки на немецком. Опять же, игра про Джеймса Бонда Everything or Nothing. В принципе, совсем недавно на нее наткнулся. Здесь тоже есть руководство пользователя, сам диск и, в принципе, больше ничего особенного. The Suffering Ties That Bind. Продолжение его. В принципе, ничего примечательного игра не содержит. Есть руководство пользователя, есть сам диск с игрой и, в принципе, это все. Игра по мотивам фильма Золотой Компас. Что же, в принципе, помечено здесь? В принципе, обычно стандартное издание с кучей языков. Есть руководство пользователя, есть сам диск и, в принципе, это все. Rambles X3. Обычный такой вот шутер про спецназ. Издание особо ничем не выделяется. Рыководство пользователя и диск с игрой. Meter Gears Wild. Часть вторая. Substance. Обычно, в принципе, стандартное, ничем не выделяющее его издание. Когда-то покупал через Ozone. Опять же, ничем замечательным оно не обладает. Первая часть игры God of War. В принципе, потому что интересно руководство пользователей и, скажем так, описание. Обложка написана на русском. Но сама игра английская. Здесь, собственно, сам диск с игрой. Руководство пользователей. И это все. God of War 2. В принципе, что примечательно, данная игра полностью переведена на русский. И, как видим, здесь есть тоже также описание на самой коробке. Руководство пользователя. В принципе, один из языков, который содержит, является русским. Вот. И, в принципе, это все. Немецкое издание Fallout Browser Hot of Steel. Вот. В принципе, опять же, только руководство пользователя и обложка на немецком. Сам диск мультиязыковой, содержащий все другие языки. И, собственно, все с ним. GTA Vice City Stories. Вот так вот, в принципе, издание. Здесь есть руководство пользователя. Есть, в принципе, карта. Вот так полностью разворачивать я не буду. С другой стороны, она же, в принципе, вот. Плакат. Такой вот, в принципе. Очень, пожалуй. Продмечательное издание. GTA Liberty City Stories. Здесь уже коробка описана, собственно, на русском. Диск с игрой. Здесь также, как и в предыдущем издании, есть и, собственно, карта на русском. языке. С другой стороны, в принципе, содержится плакат. Пожалуй, ничем другим оно больше, в принципе, выделяться-то и не будет. Текен, пятая часть Текена. В принципе, тоже расфицированная обложка. Расфицировано руководство пользователя. Но сама игра на, собственно, английском языке. Вот, как видите, диск здесь такой же. Малости изнатертый, но работает. Jackson Dexter. То есть, собственно, сама первая часть музыка Dexter. Здесь диск с игрой. А вот руководство пользователя выполнено очень любопытно. Как видим, диск уже достаточно древний. Здесь, значит, с одной стороны идёт какая-то, значит, руководство пользователя само, в принципе, вот если дальше так смотрим. А с другой стороны идёт карта. Подробно повторяю. Заморачивать её я не буду. Но, тем не менее. Такое достаточно интересное издание. Ну и последние уже мои игры. Это Kingdom Heart. Часть первая. Тоже руководство пользователя. Тот же диск с игрой. И, в принципе, всё. И вторая часть данной игры. Тоже руководство пользователя. Тот же диск. И, в принципе, больше ничего особенного из себя оно не представляет. Ну а на сегодня это всё. С вами был Бэрин. И до новых встреч до следующего выпуска My Game Collection, в котором я обещаю показать игры на PlayStation 1.